Жители элитной новостройки в центре Барнаула начали борьбу против бизнесменов. Последние стали стремительно заполнять сначала арендные площади на первых этажах, а потом, как следствие, и мусорные контейнеры. К моменту, когда мы приехали, дворник уже успел все убрать. Но, по словам представителей ТСЖ, рядом с контейнерами постоянно копятся груды мусора. А все потому, что бизнесмены не хотят выбрасывать отходы по правилам. Нежилые помещения не заключают договор на вывоз мусора. И наши мусорные баки завалились мусором. Мы направили в специальные органы о том, что попросили нежилые помещения заключить договора. Но нас проигнорировали. Договора не заключены. И, честно говоря, в глаза нежилые помещения мне просто посмеялись и сказали, ну хоть где-то халява проканает. Халява – это значит не заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором, а сваливать все в первый попавшийся контейнер и прикладывать обязанность по оплате услуги на жителей. С этим горожане сталкиваются с самого начала мусорной реформы. И мы сами неоднократно снимали сюжеты о предпринимателях, желающих сэкономить. И даже участвовали в рейдах, попытках поймать любителей халявы. Впрочем, подобная практика подошла к своему завершению. И арендаторы площадей в Барновольской многоэтажке будут обязаны соблюдать правила обращения с ТКО. Арбитражный апелляционный суд Томска уже постановил взыскать с алтайского юридического лица почти 60 тысяч рублей. Предприниматель при заключении договора с региональным оператором указал не все торговые точки, а значит, часть мусора либо вывозил на несанкционированные свалки, либо выбрасывал в чужой контейнер. Решение суда в пользу регоператора – это, по словам специалистов, правовой прецедент для всего региона. Суд признал, что исключительным субъектом, который имеет право осуществлять обращения с твердыми коммунальными отходами, является региональный оператор. Следовательно, все предприниматели, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность, обязаны оплачивать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами именно в пользу регионального оператора. Согласно решению суда, даже если договор не заключен, рекоператор все равно оказывает услугу в соответствии с типовым договором. Постановка иных выводов создавала бы предпосылки для нарушения собственниками ТКО экологических требований. Путем уклонения от оформления договорных отношений с рекоператором, как единственным возможным субъектом по сбору, транспортированию и захоронению ТКО. Теперь, по словам специалистов, при рассмотрении подобных дел, постановление апелляционной инстанции будет браться за основу. Как сообщили представители рекоператора «Экокомплекс», компания уже приступила к подготовке сотен исков к предпринимателям, которые не заключали договор. Счет должникам выставляется с момента начала работы рекоператора с 1 января 2019 года. Оплатить счет будут обязаны и арендаторы площадей в этой элитной барнаульской новостройке. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.